Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынков от компании Тикмил и Самия Артур Идзятуллин. Торговая война привела к впечатляющему развороту в сценариях развития мировой экономики, периодически публикуемых крупными банками. В своем последнем релизе Дж.Б.Морган предупреждает клиентов о возможных двух понижениях ставки ФРС в 2019 году. А Барквайс видит же необходимость трех сокращений ставок в экстренном порядке. Goldman Sachs выглядит чуть более оптимистичным, сняв со счетов сценарий одного повышения ставки в 2020 году. И хотя ни один из банков пока еще не сделал рецессию базовым сценарием, компонент кривой доходности в обновленной модели рецессии от Дж.Б.Морган указывает на вероятность рецессии в 60%. Здесь обозначено жирной оранжевой линии. И эта рецессия должна будет провести в течение трех последующих кварталов. Значение в 60% стало максимальной вероятностью предсказания рецессии от данного банка с момента финансового кризиса в 2007 году. Нужно также заметить, что кривая, которая здесь обозначает вероятность рецессии, на основе компонента динамики S&P500 и спредов между мусорными облигациями и высококачественными облигациями, вероятность к концу 2017 года достигала 80% вероятности рецессии, затем эта вероятность стремительно снизилась до 20%, и поэтому в свете такого резкого пересмотра вероятностей не будет лишним воспринимать эти цифры с некоторой долей скептицизма. Однако итог в виде рецессии рассматривается прежде всего как следствие политики ФРС, так как каждый эпизод ужесточения кредитных условий сопровождался потерей экономики равновесия. Это утверждение можно даже уточнить с довольно неочевидной чертой. Три последние рецессии, которые характеризуются отрицательным ВВП 2 квартала подряд, эти рецессии начинались через три месяца после первого понижения ставки, которая в свою очередь следовала за циклом ужесточения политики ФРС. Учитывая, что ФРС располагает большим объемом данных по сравнению с рыночными участниками, и эти данные позволяют предвидеть рецессию более раньше, чем рыночные участники и более точно. Не мудрено здесь провести связь, что такое понижение ставки есть уже ответ на наступающую рецессию. Наиболее вероятным сценарием сейчас, судя по фьючерсам на ставку по федеральным фондам, является два понижения ставки на конец января 2020 года, и эта вероятность составляет 32,3%. Дж. П. Морган считает, что если Трамп решится ввести тарифы на оставшиеся 300 млрд долларов китайского экспорта в США, можно ожидать преждевременный переход из фазы роста в фазу спада в мировом экономическом цикле, и уже в течение трех кварталов экономика США окажется в рецессии. Причины, по которым фондовый рынок США не в полной мере отражает эти риски, по мнению Дж. П. Морган, заключаются в недостатке понимания последствий торговой инвесторами, в частности, на капитальное вложение компаний и прибыльность транснациональных компаний, а также относительно плавному нарастанию шоковой ситуации. Контролируемый спуск на негативных новостях сдерживает, естественно, развитие паники, и в отсутствии эйфории в настроениях на плане постоянного присутствия негативного фактора торговой войны подсказывает, что иррациональность покупателей не достигала запредельного уровня, что повышает уязвимость фондового рынка, фондовых индексов к нарастанию паники. Таким образом, без облала на фондовом рынке нет смысла ждать, что ПРС изменится с нейтральной точки. Премьер Пауэлл в декабре показал, что именно рыночная паника была катализатором сдвига в политике регулятора. Достойным претендентом на роль шока, могущего вызвать волна рынки, являются новые тарифы, однако Трамп, вероятно, переключится на укрепление позиций перед президентской выборой в 2020 году. И в рамках этой версии введение новых тарифов пока выглядит маловероятно. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду. Спасибо. Спасибо.